Друзья, всем большой привет! Сегодня настал очень важный день. Мы уезжаем из Молдавии, мы выезжаем из Кишинёва и через Румынию, через Бухарест, через Лондон мы поедем в Канаду. Может быть, кто смотрит из Украины знает, что для украинцев открыли специальную упрощённую программу канадскую для получения визы на три года. Страшно, очень страшно, очень необычно, непривычно. Честно скажу, что мы задумывались об иммиграции, но мы, конечно, не думали, что это будет всё вот в таком виде. Дай бог у нас всё получится, всё будет хорошо. Сегодня мы выезжаем поездом Кишинёв и в Румынию, в Бухарест. Завтра утром мы будем там, потом у нас вечером вылет из Бухареста в Лондон. Всю ночь мы будем дальше сидеть в аэропорту в Лондоне. Выйти мы не сможем, потому что там транзитная зона у нас будет. И это ещё хорошо, что нам не нужна транзитная виза, потому что у нас есть виза канадские. И дальше мы будем ехать уже в Торонто, оттуда в город Лондон. И следующая наша точка уже конечная, это город Сент-Томас, Онтарио. Так что, друзья, у нас будет очень длинный и долгий путь, около двух с половиной суток. Мы настроились. Настрой хороший, боевой. Погода более не менее. Надеюсь, что дождь не пойдёт, потому что тучки. Но по прогнозу вроде бы не должно быть дождя. В общем, такие вот дела. Как всё будет происходить. Нашу дорогу, возможно, по ситуации буду смотреть. Может быть, что-нибудь буду снимать. Пожелайте нам удачи. Мы волнуемся, но надеемся, что всё будет хорошо. И так вот. Поезд, как в Савдепе, в лучших традициях. Глубокий. Очень. Да. Это, наверное, как они называются. Виноградники, скорее всего. Вот такой у нас рассвет. Такое яркое солнце. И так, что у нас происходит. Мы приехали на ЖД вокзал Бухареста. Там нас встретили волонтёры, которые помогли нам приобрести бесплатные билеты до аэропорта. Мы сейчас едем, ну, что-то вроде электрички, в аэропорт. Время на часа приблизительно. Насколько там? Около 7.7 с чем-то утра. А, 7.50. Вот. Значит, около 8 уже. И я думаю, что мы где-то через полчасика прибудем в аэропорт. Мы приехали на этом поезде. Сейчас вышли и идём вот на таком эскалаторе. Очень удобно. Там есть лестница. Мы выбрали эскалатор, потому что у нас много чемоданов. Мы в аэропорту в Бухаресте. Ждём вылета в Лондон. Ждать целый день. Сейчас только полдесятого утра. У нас вылет около 8 вечера. Вот, что всё. Вошли. Идём. Это аэропорт Бухарест. Это аэропорт вылета. А мы сначала приехали сюда, в аэропорт прилёта. Там есть переход. Мы пришли сюда внутренний. Ребят, посмотрите, сколько машин. Какое количество. Просто невероятно. Погода тут классная. Мне нравится. Лёгкий ветерок, тепло, не холодно, не жарко. Вот прямо отлично. Знаете, я что хотела вам сказать. Я сейчас очень много информации буду выставлять ещё и в Инстаграм. Заходите. Ссылочка будет в описании. Так что следите за мной. Кстати, в Инстаграм я выставила видео коротенькое. Но вид там обалденный. Есть ресторанчик в аэропорту. Вот. Я там сходила с удовольствием. Покушала куриный суп. Очень вкусный. Стоит 27 лей. Я не знаю, какой курс тут. Румынские деньги. В общем-то, надеюсь, что это недорого. Но даже если это и дорого, то у меня не было другого выхода. Я была уже очень голодная. Уже начала болеть голова. И куриный супчик мне как раз вот вылечил меня. Чувствую себя уже хорошо. Вышла подышать свежим воздухом. Пока Полинка с Виталиком сидят, охраняют вещи. Знаете, что хотела сказать. Очень тяжело ждать. Вот. Находиться в аэропорту, сидеть. Ну и в данном случае я хоть иногда выхожу на улицу. Вот это ожидание, это очень тяжело. Казалось бы, что-то такого, да? Ну, подождал. Нет, ребят, это очень тяжело. Мы сидим тут с самого утра. Я думаю, что на этом я видео эту часть буду заканчивать. А в следующем ролике я уже вам покажу наши дальнейшие перелеты. И нашу дорогу с Бухареста до Лондона, с Лондона до Торонто. Если у меня будут силы. Всем всего доброго, всего хорошего. Берегите себя. Увидимся совсем скоро.